Я художником стал, потому что мечтал. Потому что мечтал, я художником стал. Я бы мир сотворил, но не смог, потому что не Бог и вообще одинок. Та большая сосна, что растёт средь дорог, та большая сосна, что до неба растёт, оказалась не я. Это было тогда, когда был я в таком состоянии небольшой депрессии. А когда я был в другом состоянии, когда у меня было хорошее настроение, тогда у меня возникли другие слова. Та большая сосна, что до неба растёт, в свете майского дня, в свете майского дня, «Закружила меня, закружила меня, закружила меня, утомила меня». Совсем другие слова, когда другое настроение, правда? И совсем другие мысли. Так бывает, потому что есть обратная связь между мыслями и состоянием, и пользуясь этой обратной связью. Очень часто психологи рекомендуют вспомнить мысли, они потянут за собой состояние, которое вы хотите. То, что такая же обратная связь есть между внешними какими-то действиями человека и его состоянием. Например, в детстве. Но вспомни в детстве своё счастливое состояние, ещё неразумное, ещё неосознанное, что это счастье детское, когда ты свободен полностью. Ты абсолютно уверен, ты такой естественный. Ты раскинул руки, смотришь на небо, как плывут облака. Да, и у тебя даже в голову не приходит что-то плохое, что-то страшное. У тебя полная независимость, полная свобода, полная защищённость, полная какая-то такая вот такое состояние. Поэтому, если ты вспомнишь сейчас это детство, такое своё естественное, такое мечтательное, такое свободное, независимое, такое прекрасное, если ты вспомнишь сейчас это детство, если ты вспомнишь сейчас это состояние, такое естественное, естественное, Вспомни это состояние, когда ты никому ничего не должен Когда тебя не ждёт ничего плохого Когда тебе вообще ничего плохого не ждёт И никому ты ничего не должен Ты такой свободный, такой естественный Может, ты играешь в футбол А может, ты играешь в теннис А может, ты плаваешь А может, смотришь на небо А может, смотришь, как птички щебечут А может, ты вообще смотришь, как летит самолёт А может, ты сидишь рисуешь, а может, ты ешь арбуз, а может, ты играешь в солдатики, а может, ты крутишь обруч холохопу вокруг бедра, а может, ты скачешь через скакалочку, а может, ты просто о чем-то думаешь или играешь в шахматы. Детская естественность, абсолютная защищенность, какая-то такая непроизвольная, неосознанная пока еще счастливость. Если ты вспомнишь этот момент, если ты вспомнишь этот момент, а ты сейчас вспомнишь, если ты сделаешь хлёст, если ты сделаешь лыжника, если ты сделаешь шалтай-болтай, если ты сделаешь лист, например, в комфортных для себя движениях, И найдёшь то действие, которое тебе больше всего нравится, может дирижирование, а может ты сейчас попробуешь рисовать как художник, только без холста встанешь и начнёшь так рисовать, или играть на трубе, имитировать эти действия без всякой трубы, или играть в теннис, или закидывать мяч, да, или что-то другое делать, или вспомнишь на самом деле этот момент в детстве, что ты тогда делал? Пять минут! Возьми, воспроизведи те действия, которые ты тогда делал, может быть ты стоял или стояла и смотрела на небо, раскинув руки, встань! Раскинь руки и вспомни запахи, звуки, раскинь руки и сразу всё реализуется полнее не только мысли, не только память детства, не только память тела, но и гормональный баланс, и твоё счастливое состояние, и твоя улыбка, и твоё ощущение вот этого всего прекрасного! Да, и вот это состояние на самом деле тебя оздоравливает, омолаживает и возникает всё полнее, когда ты к мыслям подключаешь действия. Это называется согласование ментальных духовных процессов и телесных. Ну это ключ, элемент ключ-два. Ну давай, сыграй эту роль свою, и ты почувствуешь себя потом, ну так великолепно! Такое ощущение возникнет, как гра с плечи! Ну потом сядь, посиди, отпусти мысли на самодёково, так сделай волну, упражнение «Волна». Сделай волну, я почему об этом напоминаю, потому что память детства, счастливая память, ты можешь вспомнить. А если никак не можешь вспомнить? Либо ты давно не отдыхал, либо ты падал в детстве, либо у тебя были какие-то травмы. А знаешь, какая травма очень сильная бывает? Когда сталкивается твоя любовь с каким-то предательством, когда твоя любовь сталкивается с каким-то горем, когда твоя любовь сталкивается с запретом каким-то, когда тебе кто-то запрещает, или когда ты влюбился, потом опять влюбился, и теперь у тебя две любви, и ты не знаешь, как это совместить. Такая боли в голове! Откуда я всё это знаю? Да я миллион семей знаю. Я помогал многим. И я прошёл такую жизнь. Я же уже не ребёнок. Но когда я вспоминаю детство, когда мне страшно, мне плохо, когда меня сводят, когда у меня мышцы, когда там всё болит, там не могу встать, или думаю, ну вот сейчас умру, вот когда у меня такое состояние, я не случайно это вам рассказываю, чтобы вам помочь всем, кто меня смотрит, кому это нужно. И вот когда такое плохое состояние, ты вспомни. Тебе нужно обязательно вместо вот этого адреналина, который тебя сводит сейчас, который даже на губах присутствует ощущение адреналина, ну это наш большой помощник, ну когда нам нужно. А сейчас нам нужно, чтобы вместо адреналина был мозговой санаторий восстановительный, для этого надо вспомнить хорошее, восстановить силы, полноту энергии, поэтому надо вспомнить сейчас то, что включает эндорфин. Многость – это положительная эмоция. Да, положительное состояние вызовет положительную часть здоровья. Лей Богу, память тела, клетки мозга, клетки там всего, клетки всего не буду перечислять. Я тебе это говорю специально, чтобы ты вспомнил. А если не можешь вспомнить, как ты давно не отдыхал, а если ты сейчас это вспомнишь, у тебя появится хорошее состояние, и на самом деле ты потом увидишь, на самом деле ты потом почувствуешь, что когда ты будешь чем-то заниматься, у тебя всё чаще и чаще будут возникать в памяти детства самые светлые моменты. И когда ты будешь засыпать, ты заметишь, что ты засыпаешь легче, засыпаешь лучше, тебе спится приятнее, как в детстве. Ты помнишь? Это состояние детского, богатырского сна. Когда ты спишь в детстве, укрывшись теплым одеялом, такое состояние, ну просто необыкновенное. А, и теперь будет лучше сон. Баю, баюшки, баю. Я художником стал, потому что мечтал. Потому что мечтал, я художником стал. Я бы мир сотворил, но не Бог. И вообще, вы вообще одинок. Та большая сосна, что растёт средь дорог, средь великих дорог, что до неба растёт, оказалась не я. Та большая сосна закружила меня, закружила меня, утомила меня в свете майского дня. С наступающим маем, друзья! Хорошего вам сна и хороших пробуждений. Мир сегодня страшно неопределён. Я вам открою секрет в следующем ролике. На что надо опираться, чтобы получить себе абсолютную свободу, абсолютную независимость, абсолютную надёжность, абсолютную уверенность, силу, полноты энергии и ощущения вот этой человеческой ясности ума, разумности и желание любить, созидать, дарить и чувство бесценности живого. До встречи, друзья! До встречи!